Субтитры создавал DimaTorzok Юля? Ну да, на самом деле сложно будет выступать после этих проектов, потому что у нас в основном всё медийное и, в принципе, оговорив сразу, что не хватило времени и история была совсем большая, ну как бы история была большая и масштабная, в общем, всё как я люблю, проблема состоит в том, что, в принципе, про этнические депортации, в принципе, с этникой вообще проблемы, потому что мало кто помнит, да, там, кого когда депортировали, куда, что с этим стало, и про народы-то не все знают, да, и, соответственно, вот была такая большая и сложная задача проанализировать всё это, учитывая, что, скажу сразу, что информация есть в книгах, информация есть в каких-то картах, которые обычно есть где-то в печати, ещё, ещё как-то, вот, мы взяли книжку Поляна за основу и ручным способом делали таблицы, ну, в общем, да, делали таблицы и потом, соответственно, вот по этим таблицам получилось, вот то, что получилось сейчас. Соответственно, как вы понимаете, аудитория у проекта это совсем простая, да, поэтому здесь вот такое вот определение депортаций и угодное, да, про 1939 год, сейчас будет вот эта самая карта, это самое главное, кстати, в нашем проекте. Идея состоит в том, что мы взяли за основу 1939-1945 год именно потому, что, собственно, это год Второй мировой, и, ну, осилить за два дня целую объемную информацию, да, по всем депортациям очень сложно, плюс по всему, была ещё такая очень большая проблема с тем, чтобы понять, как, как вообще, как вообще показывать, да, эти две идеи, там, две карты, три карты, слои, разные слои, переключения, вот, и, в общем, как бы, по идее должно было быть два слоя, первый слой показывает в каком, первый слой должен показывать одним цветом, чуть больше, чуть меньше, что было, из какого региона репрессировали больше, из какого меньше, то есть количество, соответственно, ну, вот, у нас получилась вот такая вот история с тем, что, вот, вы можете покликать, к сожалению, не на всех компьютерах телефонная версия не особо загружается, вот, то есть, загружается картинка, загружается определение, ну, вот, в общем, это можно всё покликать, посмотреть, мы всё это, в общем, мы всё это доработаем, и, и покажем потом, есть идея вообще сделать большой, большой мединый проект на тему того, на тему сих депортаций, потому что его не освещают, да, то есть, есть какие-то материалы, там, по депортации, там, не знаю, по операции Чечевица, когда, там, когда приходит день, и вспоминаю, да, депортации Крымки в Катар, которая была совсем недавно, и было там, были какие-то интервью, проведённые недавно с ними, вот, соответственно, это всё тоже можно посмотреть, и вот такая вот последняя цифра, Саидс и Коды, тоже с Поляна, о том, да, сколько человек был депортирован, вот, и в ближайшем будущем, я надеюсь, что мы это сделаем в каком-то более интересном, широком формате, всё это будет как-то интерактивнее, потому что, вообще, идея как раз была в интерактивности, идея была как раз в аудитории, на, в простой аудитории, которой можно будет разъяснить, да, что это такое, и с чем вообще это едят, да, вот, как это происходило, в какой период времени, ну, и, в общем, как бы, наверное, всё. Спасибо огромное, Юля, и спасибо. Спасибо тем экспертам, которые Юле помогали, есть ли вопросы? Да, спасибо экспертам большое, потому что я бы с ним не справилась, потому что, когда я вчера поняла, что, в общем, ааа, как это делать, почему я сама не умею это была фотографическая основа, там, допустим, 39-й год, когда границы менялись, ну, в общем, границы были другими, они ещё менялись, и некоторые депортации и на наших территориях, и в Европе были связаны с тем, что границы менялись. Да. Вот, там, например, там, западные краи, и так далее, и там больше. И в продолжении, как бы, этого вопроса, мне кажется, здесь есть некоторые перспективы этого проекта, в том, чтобы его распространить на более широкую тему вынужденных вынужденных миграций по всему миру в рамках контекста Второй мировой войны, потому что, условно, депортации в Европе в 1945 году, интернированные японцы в США и так далее. Это довольно большая интересная тема, которая могла бы создать сравнительную перспективу. Понятно, что сталинские депортации – это очень специфическое явление, но тем не менее такой контекст, мне кажется, тоже был бы интересен. Да, скажу, у нас было два, сейчас отвечаю на этот вопрос, скажу, что у нас, да, у нас было изначально, с самого начала, было два камня преткновения – это карта, как раз, что мы показываем, да, мы показываем реальные границы, мы показываем карты из СССР, и второе было камень преткновения все-таки, когда мы решали, спасибо за это Никиса, потому что он помог определить вот эти границы, мы очень долго вообще думали, как все включать. Если включать все, ну, как бы, это вот, как не напасешься, ну, то есть, это очень много работы, опять-таки, аналитической по всему остальному, да, для два дня ее нереально решить. Ну и плюс, как бы, была еще тема, первое, первое, что мне ребята сказали, а мы включаем евреев? Типа, давайте вот начнем с них, да, и я так сказала, ребят, подождите, это все сложнее, вот, и поэтому мы взяли, ну, пошли по такому более простому пути, с картами, ну, то есть, здесь была, опять-таки, это очень спорный вопрос, да, вот мы сегодня тоже обсуждали, что включать, да, с одной стороны, опять-таки, аудитория, да, если простая аудитория, простой аудитории, не знаю, обычному человеку будет проще это понять, да, на карте сегодняшнего дня, там, и опять-таки, да, смотря какие депортации, смотря как, смотря в каком периоде, да, если там показывать, здесь нужно дробить, здесь нужно показывать, я думаю, что, наверное, в каждом, в каждом каком-то периоде, да, в зависимости от тех, какие это депортации, какие это, да, миграции, да, в связи со Второй мировой, тут нужно смотреть по начинке самих депортаций, миграций, переселения, да, и потом уже решать по картам. Спасибо. Очень быстро два, один вопрос, а вы не думали, в принципе, сделать это не только, а может быть, даже и не столько на карте, да, потому что, ну, тут же есть и какие-то количественные показатели, не только пространственные перемещения, то есть карта это очень классно и здорово, но возникает определенное количество проблем, может быть, это просто не единственный способ визуализации? Мы думали над этим, у нас были изначально графики, и не только графики. Ну да, там просто есть масса способов других. Да, 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 нет, я прекрасно понимаю, у нас было изначально там, а давайте сделаем видео, а давайте сделаем вот это, нет, все совершенно, вот, как бы, я совершенно с этим согласна, но просто фишка была в том, что было мало времени и было мало рук, и вообще, на самом деле, я в какой-то момент сидела и думала, блин, хотя бы получилось что-нибудь, но получилось и в Крыму, на самом деле, в отличие от того, что куда-то еще утром. У вас тут, кажется, потерялись немножко крымские татары, потому что, когда и клирика получается в Каина, что идеологически верно, но... Не знаю, люди, они не должны были потеряться, но, возможно, еще... Я быстро скажу ремарку, если можно. Я хотела сказать, что мне кажется, что вообще очень жалко, что у нас так мало проектов, которые вообще, не говорю, что я сейчас про Харкатон, но вообще, в принципе, которые берут эту тему, потому что тема сложная именно для реализации, и именно, мне кажется, для работы, потому что вообще, что надо по-хорошему, что надо делать, надо делать хороший большой электронный абсенс, который будет комбинировать, как правильно говорит наш коллега, различные способы визуализации, и я очень надеюсь, что вы своим проектом задали нам правильный вектор, вот, и спасибо. Митя. Я хочу немножко защитить проект. Во-первых, сама тема карты, она задана тем, что депортация, перемещение в пространство, поэтому это довольно логично. Вот, и вообще, проделана такая большая работа, изучая, что, в общем, источник один, это, в общем, была книжка, да, ну, там, она существовала... Вот на Никите был еще один потом, потому что с Поляна было не вообще реально, что ли было взять, да? И поэтому, в общем, это просто заготовка, да, и которую потом можно развивать в проект подобный, там, там еще говорит Никита про Костербайк, про дороже, нечто подобное, и очень классная заготовка, спасибо. Спасибо. А там кашляют онлайн-эксперты не потому что хотят что-то сказать? Нет. А это? Ну, можно короткий вопрос как-то? Да, 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 давай. Да, да. Я тоже комментарий вводу карты. Ну, то есть, если это заготовка, то все понятно. У карточного интерфейса есть действительно много разных возможностей. Будет здорово, если удастся это продолжить. Ну, то есть, чтобы там из очевидных появились фильтры по народам, чтобы появились слайды на карте с целевыми регионами, да, я понимаю, что сейчас, если я правильно то, что вижу, соответствует тому, что есть, да, что на карте только есть цветовое кодирование исходных регионов с обозначением количества, да, вот. Целевые вещи тоже очень полезные и фильтры, ну, в общем, есть уже в карточных интерфейсах возможности это все делать и в дополнение к действительно табличным данным будет очень, очень ценная и полезная штука. Спасибо. Спасибо, да. Я скажу, что вообще изначально планировался как раз фильтр по народам и фильтр по тому, куда, собственно, переселялись. Вот, да, и как они, и как эти регионы изменились. Вот, ну, просто вот физически мы не успели это сделать, вот, физически. Мы как раз таблицы готовили под, вот, как раз под эти два фильтра. Вопрос. Да, Улья Шевская. Спасибо. У меня очень короткий вопрос. А во времени не собираетесь это потом показать? Потому что сейчас это такое ощущение, что все было, я не знаю. И это тоже собирались сделать, да, потому что у нас было вот несколько осей, да, у нас были годы, народы, куда, откуда и общая численность там, да, как народов представленных за 39-й год жизни в регионе. Вот. То есть у нас было несколько показателей, на которые мы ориентировались. Но в итоге, как бы, в карту вошло всего ничего. Он просто, как я говорю, опять-таки, все опирается в техническую сторону. И я в какой-то момент, вот, очень сидела и жалела, что я не программист. Потому что, если бы я была программистом, я бы все это сама спаглумбирую. Спасибо. 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 Спасибо.